Как создан мир, как создан человек, общество, какие должны быть взаимоотношения человека с обществом, с тренингом, с окружающим миром. Вот вся эта информация перешла в сказки. И, конечно, сейчас мы, например, можем уже по-другому расценивать создание мира. Понятно, что сейчас наука развилась и не верит в какие-то вещи, которые сказки составят. Но, с другой стороны, сейчас сказки, они становятся важной частью знания гуманитарного, знания человеческой души. Например, в Агатуре есть даже целые образы психологии, психотерапии, сказки-серекиемы. То есть, лечение человека, все будет влечено с души, чем сказки. И сказки до сих пор содержат информацию о том, как человек должен жить, как он проходит через испытаемые жизни. Потому что на всех условиях это неизбежно. Как человек побеждает горе, как он возрождается после горе. Вот все это есть наше сказки. Если рассматривать, если поставить сказки, еще вы не представляете, но вы смотрите, какие основные отличия и, наоборот, схожие моменты? Ну, схожие моменты, все равно есть какие-то общечеловеческие представления о том, что такое добро и что есть зло. Что люди должны быть благодарными друг другу, да? Добром отвечать на добро. То есть, вот какие-то основные базовые общечеловеческие деятельности, они одни и те же. Но, в то же время, есть отличия, связанные с образом жизни. Например, у кочевников и у оседлых земледельческих народов совершенно разные восприятия земли, природы. То есть, если у оседлых народов неосвоенная природа, это нечто чуждое, опасное, враждебное, то у кочевников этого нет. Здесь переход от дикой природы к освоенной территории, он плавный. Поэтому более экологические, скажем так, сказки, да, у чурских народов, в том числе у казахов. Потом вот есть различия, связанные с историческим нашим путем. Например, вот в русских сказках есть такие негативные персонажи, которые олицетворяют о гусе-лебеде, каще бессмертный, баба-яга. У казахов и чурков это позитивный образ, потому что, по сути, это олицетворение наших предков. Это книга, которую написали Яков Культуролог и Илья Каламус, автор, профессиональный писатель, на основе казахской мифологии, на основе казахских представлений о музыке. Написали вот такой вот детскую поиск фэнтези. Здесь герои, современные дети, но они встречаются с мифологическими персонажами, проходят через испытания, узнают, что такое предательство, дружба, поддержка, мужество. Вот эта книга в магазинах есть, в частности, в Миломане. Я думаю, очень многим детям будет интересно. Вот здесь у нас сегодня мы проводим встречу с нашими юными читателями. Я знаю, что один из читателей даже 9 раз прочитал книгу в ожидании, когда будет продолжить. Спасибо. Попробую. А будет хорошо? Ну, да, в деле задумывалась все это с продолжением. Вы просто сами понимаете, финансовые проблемы. А кто вас поддержал? Вот эту книгу мы 8 лет искали. Спонсоров подавали на конкурс, в государственные структуры. В конце концов, подземла частный спонсор, она писала. Она издала на русском языке. Сейчас мы продаем эту книгу на русском языке. Надеемся, что на собранную сумму издать ее на казахский. А спрос от чего? Спрос есть, она вошла в десятки наиболее продаваемых. Ну, поверьте, не ломала, вот в четырех. Угу. А сейчас мы говорим, что на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...